всем привет дорогие друзья итак последнее видео про iphone 5s восстановленный с aliexpress достаточно много собрала позитивных оценок тех кто просмотрел этот ролик поэтому я решил записать 10 ответов на ваши самые интересные вопросы давайте начинать поехали данное видео будет соответственно начинаться с того что я сравню оригинальный iphone 5s которым никогда не переустанавливался дисплей соответственно все оригинальные с коробки этим айфоном соответственно пользуется в моей семье он находится слева то есть он в точно таком же цвете space grey и тот самый iphone 5s восстановленный с алиэкспресса находится в коробке я его соответственно поизучал для того чтобы подтвердить заказ я изучил возможность работы sim карты все здесь без проблем работает touch id работает для того чтобы более объективно был скажем так обзор тире сравнение данных двух смартфонов я установлю стекло которое соответственно приготовлено для этого айфона потому что она айфоне который оригинальный и непосредственно никогда не восстанавливался никем тоже установлено защитное стеклышко уже на протяжении нескольких лет оригинальный iphone мы чуть-чуть в стороночку достаем нашего подопытного здесь соответственно стеклышко самый фончик ну что ж друзья да многие пишут о том что не работает сканер не работает еще что-то нет друзья на самом деле все работает и все без проблем функционирует да я знаю что на алиэкспрессе продаются телефоны которые не поддерживают работу сканера которым установлены не совсем хорошие запчасти таких продавцов достаточно много потому что если погуглить на том же ютьюбе да то есть попользоваться поиском и посмотреть на каких все-таки фабриках все это дело собирается то вы увидите настоящую картинку как восстанавливаться телефоны в китае в частности потом продаются на алиэкспресс тут либо продавец добросовестный либо повезло на это мы проверим на другом айфоне который совсем совсем скоро приедет ко мне я его тоже распакую на видео перед тем как сравнивать лоб-лоб как и обещал мы установим защитное стекло до этого нам надо снять вот эту защитную пленочку подготовить это будет скажем так бонус трек то есть к основному видео подготовить наш айфон установки стекла защитного пока наклеиваю стекло сообщу вам следующее обычно на таких недорогих девайсах устанавливается дисплеем среднего сегмента то есть среднего качества и сплев как внутренние комплектующие как батарея и еще парочку внутренностях айфонов можно разделить на несколько категорий под оригинал класс 3а 3 плюс и все что другое то есть это совсем совсем подвальный китай мне кажется что на данном айфоне то есть у продавца которого я покупал может быть мне просто хочется чтобы так казалось ну судя по той картинке которую мы сейчас увидим то есть то что вы видели это очень очень хорошо для того чтобы наклеить стекло нам надо подготовить айфон соответственно протереть его хорошей салфеткой для того чтобы всякая пыль и так далее отсутствовали на экране у нас есть защитное стекло у нас есть айфон протертой тряпочкой и буквально через секунду у нас и уже у нас телефон с наклеенным защитным стеклом и так перед вами айфон 5s справа восстановленный и слева оригинальный как я говорил уже ранее мы сначала посмотрим на эти два смартфона в чем же все таки отличие от есть ли отличие в дисплеях давайте выставим максимальную яркость потом минимальную если максимальная здесь тоже максимальная я думаю что камера не особо передает скажем так разницу в яркости но сразу хотелось бы отметить что на оригинальном айфоне 5s который ни разу не восстанавливался дисплей будет немножко чуть чуть поярче чем это отличается ну отличается собственно в яркости в насыщенности цветах и конечно же если сравнивать в лоб в лоб эти матрицы то вы увидите это отличие если же не иметь под рукой оригинального айфона 5s соответственно не видеть оригинального дисплея то в эту и яркость сверх яркость и сверх четкость не заметите надо все-таки понимать что 200 долларов конечно же ни в коем случае не будут похожи на 500 долларов который когда-то стоил допустим или 600 даже долларов когда-то выступающий мини джек три с половиной здесь он ну действительно чуть-чуть выступает из корпуса но это практически визуально никак не заметно но если вы суперперфекционист то вы конечно же это увидите и будете ощущать если будете вот так вот пальцем туда-сюда по нижней грани смартфона перепроводить касаемо оригинального телефона конечно же здесь все сделано очень очень заподлицо и поэтому никаких вот таких вот косяков в оригинальном телефоне вы не увидите как я говорил ранее в распаковке который вы можете посмотреть кстати по ссылочке в описании у нас есть также еще отличие слотах для sim-карт если оба телефона взять слева повторюсь оригинальный iphone который ни разу не восстанавливался право восстановленный смартфон из китая с сайта алиэкспресс здесь вы можете увидеть что цвет лотка под sim-карту немножко темнее цвета корпуса давайте перевернем устройство на переднюю панель соответственно чтобы вы видели заднюю сторону и вы можете видеть то отличие хотя здесь до сих пор установлена заводская защитная пленка для того чтобы не царапался задник в принципе по цветовым схемам а китайцы очень сильно научились подделывать цвет space grey поэтому тут никаких проблем не что касаемо светодиодной вспышки на здесь также двойная сделано очень очень качественно именно на этом восстановленном айфоне она один один в один повторяет именно светодиодную вспышку на оригинальном айфоне то есть из чего мы делаем вывод цвета корпуса дисплей всевозможные органы управления они практически на 99 и 9 десятых совпадают если вы будете в лоб в лоб сравнивать дисплей по сочности цветопередачи то конечно же оригинальный iphone 5s который не восстановленный будет превосходить восстановленное устройство из китая вы просили сравнить точнее не сравнить а посмотреть звук записи видео и давайте это сделаем буквально несколько секунд и будут ли посторонние шумы я сейчас вот говорю один один раз раз сравниваем будет ли присутствовать шум при записи видео на восстановленном айфоне который находится у нас справа здесь пока мы сделаем чуть меньше яркость для того чтобы вы смогли видеть соответственно картинку итак 18 секунд у нас записано останавливаем и пытаемся просмотреть и прослушать данный один один раз раз сравниваем будет ли присутствовать шум при записи видео на восстановленном айфоне который находится у нас справа здесь пока мы сделаем чуть меньше яркость для того чтобы вы смогли видеть соответственно картинку 18 секунд у нас записано вы друзья слышали в принципе все сами мы присутствует но присутствуют шумы не от самого ну не от самой камеры это посторонние шумы непосредственно моих рук и движений и всевозможного вот этого вот всего то есть характерного отрезка характерного такого писка видео при записи с восстановленного айфона 5s вы не получите так давайте переходить к вопросам у меня их подготовлено как я говорил ранее 10 и первый вопрос от наших зрителей которые смотрели распаковку данного восстановленного айфона 5s какие у вас это ощущение от устройства если конечно пользовались друзья несколько минут грубо говоря я поигрался с устройством потому что в принципе айфон и мне знакомы я все 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 что можно проверил на этом устройстве все работает исправно все работает ровно на те деньги за которые за него заплатили то есть я полностью удовлетворен качеством данного смартфона из китая второй вопрос я тоже хочу заказать 5s но есть сомнения дружище одну в первую очередь надо определиться чисто для себя если вы хотите сэкономить то непосредственно вам надо выбрать подходящего продавца который наработал себе очень хорошую репутацию я такого продавца нашел поэтому я делюсь скажем так своими находками ссылок ссылочками в описании где непосредственно данный смартфон в хорошем его исполнении в хорошем его восстановлении был приобретен то есть если у вас есть сомнения то в принципе и вас устраивают те компромиссы которые вы получаете за 200 долларов при этом это полностью оригинальное устройство здесь не стоит сомневаться надо просто брать и пользоваться третий вопрос по дисплее есть отличие от оригинального может тусклее или цветопередача хуже а то видео не передает таких моментов ну друзья я чуть скажем так ранее ответил на данный вопрос на оригинальном айфоне не восстановленном дисплей ярче процентов на 30 мне кажется 40 но если вы будете пользоваться восстановленным айфоном 5s вы эту разницу не увидите яркости цветопередачи достаточно для того чтобы комфортно пользоваться и просматривать контент фильмы пользоваться интернетом на этих четырех дюймов четвертый вопрос зарядки на сколько хватает ну друзья несколько раз включался выключался данный смартфон и за все это время он потерял два процента батарейки с чего мы делаем вывод что в принципе достаточно более-менее сносная батарейка установлена в данном образце но тут опять же как повезет это достаточно лотерея ну еще раз повторюсь все зависит от того продавца где вы будете приобретать надо к этому вопросу относиться очень очень серьезно я думаю что со временем батарейку можно будет поменять дай бог что на том же алиэкспрессе или в магазинах вашего города батарейка на iphone 5s стоит от 500 рублей до 1000 это не такие большие деньги поэтому в течение дня я думаю смартфон без проблем можно будет пользоваться в уберенном режиме пятый вопрос вдруг поснимай на камеру видео потом послушай снято видео нет ли шума лишнего ну друзья вы опять же все слышали и видели то есть шум может быть какой-то присутствует я еще отдельно протестирую скажем так в дальнейшем будущем когда человеку непосредственно передам этот смартфон в пользование мы посмотрим мне кажется что те шумы которые присутствовали они именно те которые присутствуют в обычном нашем окружающем мире никаких посторонних шумов потрескивание писка я не услышал если же я ошибаюсь и мои уши меня подводят пишите об этом в комментариях будет интересно почитать шестой вопрос что взять iphone 5s или сяоми редми 3s и почему друзья ну тут как говорится вечная борьба андроида с айфоном потому что очень много сторонников экосистемы apple и сейчас конечно же очень много андроид девайсов в мире их гораздо больше чем айфонов в общей сложности так вот подытожу если вы посмотрите на свое окружение и вы поймете что достаточно большое количество людей пользуются айфонами то надо брать iphone если в вашем окружении айфонами практически никто не пользуется и практически все сидят на андроиде то с экосистемой android вам будет проще скажем так влиться в социум и не выделяться среди окружающих но если вы все-таки хотите попробовать что-то скажем так совсем другое не андроид а познакомиться с миром apple и не хотите тратить при этом большое количество денег то восстановленные устройства в том числе с алиэкспресс вам будут как говорится в этом плане помогать вы в первую очередь определитесь для себя что вам больше нравится посмотрите обзоры посмотрите на операционную систему сходите в магазин в вашем городе потыкайте в тот или иной девайс в айфон там со временем последний модель и не последний если вы сможете с этим жить то конечно же iphone 5s с алиэкспресс это очень хорошее предложение если вы хотите себе среднячок все-таки redmi 3s это среднячок ультабюджетный неплохой смартфон ну ну такое как бы я конечно же бы выбирал iphone 5s поэтому я вам ответил в комментариях вашим в вашем комментарии что я выбрал 5s седьмой вопрос работает ли сканер до сканер отпечатка пальцев работает я могу это продемонстрировать на видео добавить отпечаток и происходит считывание так как оно происходит на оригинальном айфоне если бы сканер не работал соответственно этой картинки бы я не увидел то есть до конца проходить процедуру сканирования пальцы не имеет сейчас никакого смысла потому что телефон надо будет отдавать то есть в данной модели восстановленного айфона 5s сканер отпечатка пальцев работает превосходно что я в принципе подтверждаю опять же очень хороший вариант ссылочки будут в описании восьмой вопрос версия и с какая в данном телефоне версия и с как я говорил распаковки это 8.4.1 достаточно стабильная версия операционной системы без каких-либо глюков багов достаточно хорошо держит батарейку и поэтому я думаю что посоветую этому человеку в ближайшее время не обновляться на 10.2 сейчас это последняя версия операционной системы девятый вопрос эти блоки питания не подходят к нормальным европейским розеткам эти блоки питания отлично подходят к европейским розеткам но я не буду рекомендовать использовать их в повседневной жизни потому что именно эти блоки питания которые вы увидели в распаковке сейчас вам покажу что за блок питания вот именно об этом блоке питания идет речь как вы видите это уже европейская розетка она без проблем подсоединиться к вашему источнику питания и без проблем сюда подключится юсб юсб шнур который идет в комплекте но я не рекомендую использовать конкретно данный комплектный блок питания по одной простой причине что именно такие или похожи на этот блок питания являлись причиной возгорания устройств и причиной порчи кабеля и соответственно причиной выхода из строя большинства смартфонах на территории китая либо соответственно где этот адаптер использовался приобретите либо в магазине вашего города хороший надежный скажем так блочок питания который стоит в принципе вменяемых денег и пользуйтесь им десятый последний вопрос в большей степени даже не вопрос а просто хороший комментарий давайте я его вам процитирую хороший обзор тоже сначала хотел взять восстановленный но потом передумал и взял евросети за 19 990 то есть фактически за 20 тысяч рублей а ну друзья в первую очередь это дело лично каждого если вы не хотите ждать если вы боитесь если вы не верите самому себе не верите тем людям которые вы смотрите на ютюбе перед тем как купить восстановленное устройство на китае в китае на том же алиэкспресс конечно же вам стоит пойти и переплатить порядка восьми тысяч рублей в ту же евросети если вы все таки подготовились к своей покупке и считаете что получили достаточно большое количество информации и в принципе нашли надежного продавца либо вам помогли найти надежного продавца то вы просто смело покупаете ждете две недели и пользуетесь новеньким восстановленным айфоном 5s и никаких проблем нет тем более на алиэкспрессе действует защита если что-то с вашей телефоном не так то вы в любой момент сможете открыть до подтверждения вашего заказа и соответственно все это дело обсудить с продавцом может быть вернуть часть денег может быть отправить посылку назад может быть получить полную компенсацию стоимости посылки иногда это доходит до того что вы получаете и деньги и смартфон то есть может быть даже с каким-то незначительным браком который вы исправите у себя в городе в каком-то сервисном центре поэтому покупать у себя в городе в евросети и либо в каком-то другом магазине это лично дело каждого я не пошел по этому пути поэтому рекомендую все таки именно восстановленные телефоны заказывать в китайских интернет-магазинах либо в американских интернет-магазинах ну и просто комментарии которые вы писали и пишите до сих пор большое вам спасибо хороший отклик получила именно распаковка данного восстановленного айфона 5s я надеюсь это видео тоже соберет большое количество просмотров обязательно поделитесь с друзьями в социальных сетях многие пишут не совсем благоприятные слова в том числе и матерные слова о том что айфоны для нехороших людей то есть я немножко перефразирую обязательно почитайте комментарии под распаковкой данного восстановленного айфона 5s вы будете приятно удивлены что люди пишут также пишут что это отличная идея меня тоже интересовал этот вопрос можно ли заказывать такие устройства спасибо за видео еще пишут люди больше видео о восстановленных смартфонах и другой электроники наверное все таки человек имел ввиду из китая и так мы напоминаем что сейчас мы смотрели на в сравнении восстановленный айфон 5s который находится у нас справа это вот эта вот моделька и оригинальный айфон 5s который покупался непосредственно новым абсолютно исправным и никогда не был в ремонте пересмотрев это видео вы поймете в чем же отличие я ответил на 10 популярных вопросах которые люди написали в комментариях в распаковке данного телефона ну а вам для затравочки также существует конечно же следующие модели телефона в том числе iphone 6 это достаточно популярная именно модель телефона производителя под названием apple и в том числе такую модель продают на алиэкспрессе если данное видео наберет хотя бы 400 лайков я обязательно закажу восстановленный айфон 6 с алиэкспресс мы с вами все вместе протестируем распакуем посмотрим и конечно же сравним с оригинальным айфон 6 который ни разу не восстанавливался ну что ж друзьям большое спасибо что посмотрели данное видео в конце видео я хотел бы обратиться к вам у нас есть группа вконтакте в котором создан специальный чат в котором вы можете задавать вопросы как мне так и в принципе друг другу ссылочка будут в описании теперь под каждым из видео добро пожаловать обязательно пользуйтесь купонным сайтом gadgetmania.ru место где вы можете экономить на своих покупках в интернете но мы с вами совсем скоро увидимся всего доброго пока пока а